Я вам удачу, как раз, после Алексея, есть некая связь, да, вчера имел честь участия в паровозе, в том числе, в том числе, рассматриваю. Вот один из тестов уже наступает, что в основном является воспитание и выращивание так называемых служебных людей. Термин этот «возди по огне со служебными собаками». То есть эти люди хорошо знают свою узкую специализацию, способны беспрекословно выполнять задачи, поставленные в рамках этой специализации. А за границами коридора заданного они ничего не интересуются. И по сути дела они нацелены на рост потребления личного и на получение удовольствия. Там разрешается менять цвет волос, пол, все что угодно, но не мотивируется какой-то интерес за пределами вот этого пустого специального коридора. То есть такие службы, функциональные очень много. И именно этим объясняется вот такая инертность западного общества, например, к скажению истории, отсутствие протестов по поводу смещения ядерного оружия в Европе, которые, напомним, были вполне себе масштабными в 80-е годы. Кратерный пример таких людей это современные молодые японцы, например. По результатам их опроса 60% из них уверены, что ядерное оружие в Японии предмет Советский Союз, что считает Россию. Вот до такого безумства эти служебные люди дают. И, конечно, администр Романова подчеркнул, что нашим задачам прямо противоположны воспитывать всесторонних разных людей, которые не замыкаются в своей узкой специализированной нише, а рассматривают все вопросы жизни общества целиком, интересуются ими и активно участвуют. Со стороны других участников этого круглого стола, гражданских, не принадлежащих Министерству обороны, были высказаны пожелания, что, поскольку у нас в государстве нет единого корректинирующего органа в этой широкой области информационного противоположства, было высказано пожелание просьб по поводу Министерства обороны. Если не создать такой порт, то, по крайней мере, курировать, инициировать такое создание. Ну, а дальше уже, конечно, решение должно быть руководством. Так вот, по поводу темы моего выступления. Она как раз касается выхода в саграмке «Ушли противоположны» заданной и, как бы, считающейся территорией. Я, естественно, как человек-децепренерный, давно-то писал, ровно на 15 минут моего возраста, и не было, давайте несколько стезисов оборужем без отравки. Может быть, потом удастся информативно обсудить. Вот один из предыдущих децепренеров, который курировал оборонку, на любимых тезисах, был, что оборонка является локомотивом развития всей промышленности. На мой взгляд, этот ТЭЛИС ошибочный, никаким практичным опытом он не подтверждается. Если говорить о доле оборонки всей промышленности, всего 15-16%. Если говорить о расходах на НИОКО, в целом оборонка занимает где-то шестое место среди других обраслей. И это, например, в 12 раз меньше, чем вложение в инновационное развитие информационных и коммуниционных технологий. Или в 6 раз меньше, чем вложение в развитие в инновационное развитие информационных технологий. Оборонка действительно выступает в локомотивах, но только в создании специализированных средств. Имея в виду средства уничтожения. Особенно дальние, особенно высокопречные. Но даже средства уничтожения есть узкие ниши, где гражданская промышленность все равно находится на переданной позиции. А если уж говорить о ключевых направлениях перспективных технологий, это рационные технологии, прежде всего. Аэрокосмическая промышленность, биотехнологии, технологии. Здесь гражданская промышленность ушла далеко вперед. Очень далеко вперед. И именно военные должны искать инновационные разработки и пытаться без особых переделок их использовать для своих нужд. Это общая проблема. Это не только проблема России. Например, когда президент Трамп пришел к власти, ему Совет Безопасности составил доклад, остро сигнализирующий о том, что в Соединенных Штатах Америки, в гигастром военно-промышленном комплексе, нет 300 ключевых технологий для развития вооружения военной специальности. Они либо были перенесены к другим странам, либо просто невыгодны всего масштаба для производства собственной промышленности, и эти предприятия закрыли. Министр обороны, опять же, предыдущий США, видя такую ситуацию и получив в исцеление, что 90% потерь солдат в последних военных конспектах это штатный состав пехотных отделений, а в целом, если взять штатный состав всех пехотных отделений, имеется в виду и свободность, и боится, и морпеха, и так далее, то это составляет всего 4% армии всей американской, а потери они дают 90%. Мы теперь решили создать рабочую целевую группу, по радикальному изменению структуры подразделений мелких ближнего поля и их оснащить. Когда спросили американскую военную промышленность, вот этих крупных игроков, проектирован там, Джейнел Дайнейнер и прочее, они попросили несколько лет о помещении в мир и несколько миллиардов долларов. В итоге мы эти создали рабочую группу из наставных военных, и они решили задачу в течение года. При этом они использовали практически исключительно гражданские технологии. Практически исключительно. Ну, за исключение, естественно, самого оружия, средств прицельного. Все остальное, это было взято с коммерческого рынка. И это неудивительно, потому что, если мы сейчас, я уж все не буду перечислять, но если мы посмотрим, какие изделия, например, применяют самопальные велики в Сирии, на дистанции 150 километров, какое-то радиоуправление китайское такое устроит, менее 1000 долларов, ну, моторчик еще в долларов 50, а остальное собрано, как в народе говорят, из кирма и балла. Тем не менее, это работает. Китайский беспилотник, при минимальной доработке, один наш подмосковный молодой человек запустил на 10 километров высоты. Это норма. Значит, современные радиоуправления модели стандартно на более часов. Частоты 150-160 километров при переходе на спутниковую трансляцию, а спутник и телефон, это общедоступная вещь. Это несколько сотен. Автомобиль современный, если вы сравните с 70-х годами и текущими, он недалеко ушел по двигателю, в ходовой части, но по системам управления это абсолютно другой объект, совершенно другой объект. Американцев недавно опросили 70% из них, не смогут вернуться домой, если отключить навигацию. не загорали на наших глазах, я думаю, человек вообще любит куврент без зарубля, как самый непредсказуемый и опасный объект в системе управления автомобилем. Почему автомобиль, я специально упомянул, но заместитель министра породы, генерал Гарри Булгаков, недавно сообщил, что вооруженная сила порядка 400 тысяч и лениц колесной военно-автомобильной техники, специальной колесной шасси и машины на его базе. Это означает, что специальность водителя имеет несколько сотен тысяч человек. При этом в войсках надо принимать эти автомобили и для 99% промежуток колонны. А те, кто в армии не только служил, но и командовал в том разделении, знают, что колонны с той скоростью, которая обеспечивает самый хребовый водитель этой колонны. Вот только автоматизация движения в колонне, например, а это гражданские технологии, они уже есть, позволят высвободить несколько сотен тысяч человек в окруженности и по мере повысить этот марш. И таких примеров очень много по самым разным направлениям. В чем наша проблема? В том, что у нас никакими нормативными документами встраивали вот такие гражданские технологии без проведения НИР в НИОКО невозможно, в принципе. У нас вообще механизм ГОСТ-РВ в законном государственном оборонном состязании ничего не подвескоплено, равно как исключение в эти процессы инновационных малых и средних комплектов. И вот эту проблему я хотел бы поставить. Я не знаю, я не экономист и не специалист, но знамодательство. Я просто вот эту проблему озвучу. Я вижу, что целый ряд гражданских технологий уже готовы, можно быстро внедрить на снабжение вооруженных сил, не проводя никаких дополнительных многолетних дневных. я знаю лично нескольких руководителей инновационных малых предприятий, которые не хотят работать по гособоронзаказу. Они себя замечательно чувствуют. У них есть экспорт, у них есть востребованность в продукции на внутреннем рынке. ГОСТ по существующим законам это гермона и шеи с низковинтабельностью и с дополнительным геморгом во всем инстанции. Вот эту проблему надо решать. Иначе мы начнем отставать от тех стран, от тех армий, которые такие механизмы имеют и такие гражданские инновационные продукты умеют в стране в свою систему. Спасибо.